Федеральное правительство легализовало возможность пересмотра стоимости контрактов по капитальному ремонту многоквартирных домов. Предельный порог повышения цены не более 25%, оговариваются чиновники. Что это даст жилому фонду, а самое главное, придется ли простым гражданам дополнительно раскошелиться, разбирался Роман Быков. На повышение стоимости капитального ремонта правительство страны пошло не от хорошей жизни. Всем памятен резкий рост стоимости металла под конец прошлого года. А это значит, что подорожало очень многое, что применяется в ЖКХ. Кровельное железо, арматура, трубы. В итоге зависла как реализация уже заключенных контрактов, так и подписание новых. Многие подрядчики пришли к такой ситуации, что либо убытки, либо отказываются от выполнения данных контрактов. И то, что федеральные власти разрешили фондам капитального ремонта поднимать стоимость заключенных контрактов, либо торговаться уже с немножко повышенной стоимостью, это приведет к тому, что работа будет выполнена. Председатель ЖСК-115 Ольга Кириенко полностью поддерживает решение Федерального кабинета министров. Ее дому на улице Можайского уже 33 года. Постоянно надо что-то делать. Лифты, отмостку, межпанельные швы. Многое уже давно прошло в негодность. На какие-то работы деньги удалось скопить, однако скачок цен вынудил скорректировать планы. Отмостка дома уже у нас тоже достаточно разрушена. И, к сожалению, в этом году у нас пришлось сделать только некоторую часть этой отмостки. На арку мы собирали два года. Соответственно, сейчас подрядчики говорят, в полтора раза подорожало с прошлого Нового года, когда мы последний раз занимались этими работами. Подорожала стоимость материалов. При этом Ольга отмечает, что, естественно, далеко не все жители позитивно воспримут новости о подорожании капремонта. Некоторым и нынешние суммы кажутся чрезмерными. Однако обитатели многоквартирных домов Верхней Волжи и так отчисляют по 4,40, 5,60 и 7,70 за квадратный метр жилплощади. Больше всего платят в многоэтажках с лифтами. Так что люди будут платить как прежде. Просто нынешнее решение федерального правительства может повлечь замедление темпов ремонта. Либо его отсрочку. Например, простой вариант о кровле. К примеру, она стоит миллион. На нее никто не выходит выполнять капитальный ремонт. При увеличении на 25% эта кровля обойдется жителям 1,250,000. Но жители как платили 5,60, так и будут платить 5,60. И с фондом они будут просто дольше расплачиваться. То есть крышу начнут ремонтировать позже, когда жители дома соберут всю сумму. Либо они смогут договориться с подрядчиком о работе в долг. И внести те самые дополнительные 25% уже по окончании работ. Есть вариант устранения этого противоречия. Повысить тарифы. Везя не в Тверской области, и так самые низкие в ЦФО. Сергей Селенко тут же на калькуляторе прикидывает, что каждому обитателю многоквартирного дома это обойдется в дополнительные 50-60 рублей ежемесячно. Символическая по нынешним временам сумма. Тем более, что коснется такая мера далеко не всех. Например, новостройкам в силу объективных причин повышение тарифов на капремонт явно не грозит.